приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья мы уделим внимание народным приметам на 6 декабря поговорим о церковном календаре поговорим о народном календаре поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 6 декабря итак друзья 6 декабря православная церковь почитает память митрофана воронежского епископа русской церкви причисленного к лику святых в 1832 году миру он носил имя михаил появился на свет 6 ноября 1623 года в семье благочестивых родителей которые принадлежали к духовному званию был женат и воспитывал сына но в возрасте 40 лет стал вдовцом и был пострижен в монахи с именем митрофан вел строгую монашескую жизнь и через два года был поставлен игуменом в 1682 году стал епископом воронежским митрофан вкладывал много сил чтобы укрепить православие боролся со старообрядчеством активно создавал новые обители и сделал все возможное чтобы повысить духовный и нравственный уровень священнослужителей был в хороших отношениях есть с петром первым оказывал царю поддержки при организации воронеже корабельные верфи для строительства морского флота в проповедях поддерживал и начинание царя жертвовал немалой суммы и на корабле строения однако между митрофаном и царем произошел конфликт на почве статуй греческих богинь и богов установлены в качестве украшения в царском дворе епископ сообщил что пока государь не снимет идолов то не сможет явиться во дворец сначала петр 1 рассидеть родился и даже пугал митрофана смертной казнью но потом отошел и простил его статую он приказал снять летом 1 1703 года митрофан тяжело заболел скончался он в этом же году 23 ноября на похоронах присутствовал петр первый который в знак уважения к святому старцу лично нес гроб с его телом также 6 декабря православная церковь почитает память и ромонаха серафима причисленного к лику святых 2003 году миру он носил имя антоний максимович тивар родился 30 июля 1899 года в москве его предки по отцовской линии были выходцами из франции отец умер рано когда мальчику исполнилось только шесть лет воспитанием его и младшего брата занималась мать антони окончил училище и устроился на работу статистикам статистам и восемнадцатом в девятнадцатых годах прошлого века учился в московском университете в 1920 году произошло его знакомство с профессором духовной академии поповым иваном васильевичем после которого молодой человек становится учеником православного ученого антони учился на богословских курсах параллельно работал библиотекарем и статистикам а также занимался литературной деятельностью в 1925 году был арестован его приговорили к трем годам лишения свободы вместе со своим учителем поповым он отбывал наказание в исправительно-трудовом лагере расположенным на территории соловецких островов однако интерес богословским вопросом у него не пропал и после этого находясь в лагере свободы от работы время много читал и писал на эти темы в начале одна тысяча девятьсот двадцать восьмого года был освобожден антони вернулся в москву и весной этого же года его постригли в монахи в одна тысяча девятьсот тридцатом году вновь был арестован и приговорен к пяти годам лишения свободы отправлен был на северный урал скончался в исправительном лагере в декабре тридцать первого года также в этот день 6 декабря чествует еще одного святого великого князя и полководца александра невского который жил восемнадцатом извините в тринадцатом веке а вот в народном календаре этот день назвали просто день митрофана или митрофана в день обычно в этот день на руси наши предки устраивали шумные гуляния хозяйки пекли пироги мужики варили пиво посиделки сопровождались забавами и играми народ отмечал окончательное установление санного пути 6 декабря как можно сказали ранее чтят память александра невского русского князя и известного полководца а невский не проиграл ни одной битвы он показал себя не только как великий полководец но и как талантливый дипломат так как этот день совпадал с чествованием полководца александра невского поэтому за столом люди пили за здоровье всех военных и поминали тех кто погиб защищая родину в этот день с утра было принято ходить церковь и молиться за сохранение мира чтобы за родную землю на родную землю не напали враги метрофаном день народе еще называли как день санного пути считалось что в этот день на земле образуется снежное покрывало позволяющие запрягать лошадей в сане если устанавливал снежная погода это день отмечали веселой ездой уже на санях в его также в этот день пекли специальные булки и в одну из таких булок клали обязательно крест потом выпечку раскладывали по дому одну булку клали на порог вторую на лавку третью возле святых образов ну а если булочка с крестом оказывалась на пороге то мужчина который ушел ушел служить скором времени вернется а если на лавке товар воротится не скоро но в то же время был целым и невредимым а вот если сдоба оказалась возле святых образов это наши предки говорили о том что быть беде еще 4 6 еще 6 декабря было принято гадать на то когда человек вернется с военной службы для этого ловили паука и сажали его в банку которую плотно на плотном закрывали через шесть дней проверяли жив ли паук если дату солдатам все будет хорошо паука отпускали на воле наблюдали за его поведением если паучок начинал плести паутину то мужчина скоро будет дома также 6 декабря продолжались рождественские новогодние ярмарки на них покупали сани теплые шубы и валенки одежду из шерсти и дрова целом день удачен для новых покупок они будут полезными и обязательно пригодятся вам в хозяйстве также в этот день в некоторых регионах устраивали канун гуляния во время которого девушки пекли пироги варили яйца и гадали на будущую судьбу еще 6 декабря плели лапти особо проворные мастера могли за день сделать от 4 до 5 пар обуви также в этот день как мы уже сказали садились за плетение лаптей но прежде чем приступать к работе читали обязательно молитву отче наш над сырьем для их изготовления а после накладывали крестное знамение стремились плести большом количестве так как это обувь не очень прочная также в этот день митрофанов день 6 декабря читали особенные семейные магические слова и на скорое возвращение со солдатом но мы вам предлагаем обряд на скорое возвращение солдата для этого мать должна взять вещь солдаты и прочитать над ней молитву обращенную к александру невскому а слова следующие у великий александр ты воевал во всех боях выстоял враг тебя не задевал господь помогал ты своей силой с моей кровиночкой поделись сын домой поскорее возвратись вещь клали к себе под подушку и спали с ней обязательно в течение недели также в этот день по народным приметам наши предки пытались предугадать погоду на ближайшее время и на июнь следующего года поэтому если дует северный ветер и срывается мокрый снег то наши предки говорили что 6 июня в день симона столбника будет ветрено и дождливо если облака редкие то и погода будет холодная но в то же время ясно а если в этот день солнечное тепло то июнь теплым будет но если солнце прячется за тучи это к урагану если месяц на небе ясный то будет стужа если верхушки лиственных деревьев порозовели зима будут не сильно суровой облака по небу низко плыву похолодания но если луна в окружении розовых или тусклых колец будет сильный мороз но если облака на закате горят будет ясная погода с неба доносится шум к снегопаду и к метели далее друзья продолжается у нас с вами рождественский пост и по правилам поста нельзя употреблять мясо молоко и яйца также сегодня разрешается горячая пища с растительным маслом да вот именины сегодня отмечают следующие именно александр алексей борис григорий митрофан федор максим и никита считается что люди рожденные 6 декабря по знаку зодиака стрельцы эти люди балом не судьбы удачи всегда будет на их стороне мужчины могут стать отличными охотниками в качестве талисмана им подходит сапфир делающий человека лучше и чище в духовном плане и оберегающие от обмана и предательства но если вы завить об заведетесь амулетом виде трехцветной кошки то таким образом обретете счастье и удачу также обращаем ваше внимание что сны в эту ночь с 5 на 6 декабря показывают каким ценностям вы придаете большое значение в жизни так например если в сновидении этой ночи вы увидели себя в роскоши при условии что в реальность вы не обладаете солидным капиталом значит ваш духовный мир находится в ущемленном положении необходимо снизить потребительские настроения и заняться душой к слову люди которые выбрали путь духовного развития в эту ночь могут видеть вещественные особенно если они были яркими хорошо заполнились иногда говорят что такие сновидения могут исполниться в течение 7 дней а если в ночь с 5 на 6 декабря женщине при видятся белые или просто светлые одежды значит в реальности и ждут обязательно позитивные перемены связанные с любовными отношениями возможно удастся разорвать токсичную связь или же обрести сильного покровителя что же можно было делать 6 декабря дело в том что в этот день на руси вспоминали павших воинов и гадали на те кто пошел на войну или служил в армии для гадания ловили паука и ставили его в банке через шесть дней смотрели где он где он жив если паук жив то есть человеком все хорошо также в этот день девушки собирались гадать на суженого чужом саду надо было стащить веточку вишни и поставить в кладовке где никто ее не увидит если она к рождеству расцветет то в дом же в этом году девушка выйдет замуж первой типа говорим о том а что же нельзя было делать 6 декабря по народным приметам и так друзья 6 декабря когда по народному календарю отмечают митрофанов день и чествует князя александра невского наши предки придерживались определенных примет и что же нельзя было делать чтобы будущее было спокойным и без каких либо проблем поэтому 6 декабря не стоит употреблять продукты животного происхождения кто ослушается данного запрета в самом скором времени столкнется с проблемами со здоровьем исключение делается только для пожилых и детей они митрофанов день могут есть любую еду также нельзя 6 декабря надевать новую и неудобную обувь первое привлечет жизнь проблемы и хлопоты а вторая станет причиной сложностей в общении с окружающими людьми также митрофанов день желательно носить проверенную обувь в которой нога чувствует себя комфортно тогда и в будущем не возникнет никаких трудностей также в этот день запрещается злиться и повышать голос так как негатив на душе может привлечь нечистую силу которая начнет вмешиваться во все дела разозлившегося человека и у него могут возникнуть проблемы с деньгами в любви в общении с коллегами с друзьями а также разные болезни справиться с которыми будут очень сложно девушкам на выданье 6 декабря нельзя есть пищу приготовленную дома иначе еще год свою любовь не найдете сегодня можно было либо заказать еду либо сходить в гости нельзя митрофанов день ходить не причесавшись иначе судьба будет такой же запутанной как и волосы женщинам 6 декабря рекомендуется сделать прическу и скос или же собрать волосы в пучок хвост и в течение дня следить за тем чтобы они были в порядке также митрофанов день запрещается много и громко говорить по народным приметам можно своими криками спугнуть удачу и счастье сегодня лучше сохранять молчание поэтому рекомендуется больше читать слушать музыку смотреть фильмы и телепередачи также 6 декабря не стоит умываться простой водой людям у которых на этот день планируется какие-то денежные дела им стоит добавить в эту воду капустный отвар тогда все финансовые операции сложатся самым удачным образом друзья вот такой у нас с вами день 6 декабря по народным приметам и по церковному календарю обязательно подписывайтесь ставьте лайк друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами же буквально в следующем видео